В прошлогоднем послании президент Касым Жумар Тукаев одним из приоритетов обозначил полное изменение критериев оценки полиции, переход к сервисной модели службы. В связи с этим западно-казахстанские правозащитники будут работать в новом формате. О предпринимаемых в этом направлении мерах было рассказано на совещании под представительством главы департамента полиции Махсутхана Аблазимова. Начальник областного управления полиции Махсутхан Аблазимов начал встречу с презентацией масштабной работы, проделанной в этой сфере и реформ, проведенных с момента обретения независимости. За последние 30 лет правоохранительная система претерпела разные нововведения, изменились обязанности сотрудников. В прошлом году запущен проект по сервисной модели полицейской службы. На основе уже имеющего опыта работы в рамках пилотного проекта, действующего в ряде регионов республики в нашей области, в рамках масштабирования пилотного проекта, создана и преступила деятельность мобильная группа по обеспечению безопасности, которая путем применения эффективных методов во взаимодействии с обществом будет выявлять и решать имеющиеся проблемы по обеспечению безопасности и правопорядка. А также улучшению криминогенной ситуации. Для реализации новой модели разработана дорожная карта, согласно которой укреплена материально-техническая база учреждений, а также улучшено качество канала в ведомственной сети для передачи данных. Для полного изменения работы полиции за основу был взят лучший мировой опыт. Так увеличилось количество патрульных машин на дорогах области, по примеру, Японии, Кореи и Сингапура. С начала работы в целом отмечается большая открытость органов полиции для гражданского общества и средств массовой информации. Они достаточно открытые, доступные. И если поступают вопросы ко мне как депутат областного мыслихвата или как руководитель общая Гадалда Халана по обращению граждан, я бы сказала, что где-то в режиме 24 часа 7 дней недели. То есть всегда открыто. Я уже не говорю про местную полицейскую службу. Хотелось бы также, чтобы вот такой тесный контакт был не только на уровне города, у нашего областного центра. Конечно, хотелось бы от районных отделений полиции, округов вот такой контакт тесного. В данное время во всех отделениях полиции работают внутренние видеокамеры, кнопкой экстренного вызова теперь снабжены и учебные заведения. Функционирует мобильное приложение, по которому также принимаются обращения от населения. В данное время совместно с полицейскими активно действуют и общественные советы. Большая проблема на сегодня – это семейные конфликты и бытовое насилие. Общественники считают, что эта работа должна строиться на серьезной психологической базе. Психологическая помощь, она нужна не только этим семьям. Она очень нужна, но не только им. Психологическая помощь нужна и сотрудникам полиции. Потому что у них такая нагрузка, что иногда им даже самим бывает очень тяжело сориентироваться в тех или иных ситуациях и правильно найти выход из создавшихся положений. Хотя изменения в деятельности полиции только начаты, они уже заметно отметили участники заседания. По словам главного полицейского области, успех изменений зависит и от совместной с населением работы. Постепенно принцип обслуживания полностью заменит существующий на данный момент принцип контроля.